барак лауфикум в этом аяте очень великая польза обратите внимание что говорит всевышний аллах в этом аяте к саламам бахови всевышний аллах обращается к людям с удивлением и говорит уа кайфа такфуру на ванту тут ля алейкум аят улла и уафикум расулю как вы можете не веровать в то время когда вам читает знамение аллаха и его посланник находится среди вас шейху самим говорит в этом аяте указание на то что удивительное положение того кто становится неверующим при том что ему читает алла аяты аллаха и сунна пророка что из этого понимается в этом указание на то что чем больше человек будет привязан к аятам курана и сунни пророка салсан тем меньше будет вероятности того что он станет неверующим потому что удивительное положение того кому читается Куран и Сунна, и получается неудивительное положение того, что он стал неверующим, но а что в этом удивительного, что он неверующий, если он не читается ему слова Всевышнего Аллаха и Сунна, Пророка, салаллаху, алейхи и салям. И поэтому говорят, что удивительно, в этом указании, указание, в этом аяте указание на то, что чем больше человек будет привязан к аятам Курана и Сунне, Пророка, салаллаху, тем меньше будет вероятность того, что он станет неверующим, так как такого не должно быть. Такого не должно быть, чтобы он стал неверующим. И уйдеть на положение того, кто попадает в подобного, при том, что ему читаются аяты и хадисы. И наоборот получается, что чем меньше человек удивляет времени аятам Курана и Сунни Пророка, тем больше вероятности того, что он может оступиться и стать неверующим. И ничего в этом удивительного нет. И этот аят должен пугать нас. Потому что я не буду держаться за знамения Всевышнего Аллаха, то есть за аяты куранические. И изучать Сунни Пророка, есть большая вероятность того, что человек может стать кафиром. И теперь вопрос к мусульману, каждому, который меня услышит. Сколько времени ты посвящаешь из своей жизни изучению Курана и Сунни? Разве Всевышний Аллах говорит, и как вы становитесь удивительными при том, что у вас есть возможность заработать денег? Есть такое аят? Нету такого аят. И поэтому у мусульманина, братья, очнитесь, сестры, очнитесь. Всевышний Аллах сказал в Куране, На основу твоего существования на этой земле, это что? Ни заработок, ни бизнес, ни дом, ни огород, ни завод, ни фабрика. То есть при этом Аллах тебе не запретил строить дом, открывать фабрику. Но ты должен знать, Барак Луфикум, что основа это поклонение. Кто-то говорит, брат, у меня не получается совместить. Мы говорим, хорошо. Есть тебе кто-то скажет, стань миллиардером, но не дыши. Открой фабрику, но не дыши. Открой себе фазенду, но не дыши. Это невозможно. То есть возможно совместить дыхание с бизнесом, с любым видом? Возможно. Вот поклонение Минбабеля Ауля, потому что Всевышний Аллах тебе не создал дышать, Всевышний Аллах создал тебя поклоняться. И у тебя вся жизнь должна быть поклонение. А иначе, как мы видим, эти у Кейфа Токфуруна, как вы становитесь неверующим, при том, что вам читается откровение всего из Курана, и среди вас сунна пророка Салаллаху Алейхи Васальям. И поэтому Барак Луфикум, то есть соответственно получается, чем дальше, тем больше вероятности к тому, от того, то есть тем больше вероятности, что ты побудешь в куфр. Даже если ты в куфр не попадешь, кафером не станешь, то есть большая вероятность того, что ты станешь заблужденным и так далее. Потому что, братья Барак Луфикум, прямой путь – это гарантия. То есть изучение Курана и Суны – это гарантия того, что ты идешь по прямому пути. То есть вот представьте, дайте две ручки. Две ручки, пожалуйста. Вот представьте, вот это ты, вот это вот прямой путь. Вот это ты, вот это вот прямой путь. Если ты постоянно Куран и Суны изучаешь, до того ты будешь тяжелым, что ты прижмешься к этому прямому пути. И твое движение, Барак Луфикум, будет вот таким. Вот так вот, видишь? Ты, Куран и Суна тебя прижмут. Вот так вот ты будешь идти. И не сможешь ты вот так голову помнить. Вот так ты будешь. Если же Курана и Суны не будет, если Куран и Суна не будет, то тогда, Барак Луфикум, ты можешь отклониться всего лишь на сколько? На один миллиметр. Вот так. Но мы все проходили с вами по моменту, что вот это один миллиметр. Дальше, 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 дальше. Через километр это уже будет не один километр. То есть, всего лишь один миллиметр, через метр это уже будет больше, это уже будет 5 миллиметров. Через 100 метров это уже будет 50 сантиметров, может быть. Через, 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 а потом уже будет где, как между небом и землей. Продолжение следует...